всем 8 бит я роман шабанов и сегодня у нас необычный выпуск прокачки я расскажу вам как воссоздал старенькую настольную игру черепашки ниндзя пицца power ну как старенькую 1987 года как и я не важно сегодня выпуске вы узнаете как собрать у себя дома две настолки для чего нужны боевые качели как греки пиратили настольные игры в чем разница между пицца power и power game и что черт возьми такое боевые диски погнали немного предыстории сразу замечу что о существовании настольных игр о черепашках ниндзя я не знал и впервые увидел игру пицца power в пятой части серии обзоров turtle power от небезызвестного евгения жара спустя несколько лет из праздного любопытства решил зайти на ebay и посмотреть сколько стоит эта игра ценник был примерно полторы две тысячи рублей плюс 2000 рублей доставка из сша поэтому я прикинул что игра не слишком-то гениальной чтобы платить за нее 4000 и решил забросить идею с покупкой для дальнейшего понимания я кратко расскажу состав игры и ее правил благо она не слишком сложная для игры нам понадобятся следующие компоненты инструкция игровое поле 4 фигурки черепашек и 4 подставки 24 карты героев и 20 карт злодеев пицца вертушка боевые качели 8 люков и один кубик процесс игры достаточно простой игроки берут на руки по три карты героев злодеев раскладывают по секциям с картинками центре поля устанавливается пицца крутилка игроки стандартно ходят по полю бросая кубик игрок выигравший три битвы со злодеями отправляется на технодром чтобы сразиться там с кренгом за обладание формулой мутагена битвы реализована весьма оригинальным способом нужно забрасывать кубик в одно из отделений боевых качель как я и сказал игра весьма простая но при этом очень интересная благодаря механики с боевыми качелями но вернемся к моей истории спустя несколько лет после неудачной покупки на ebay когда у меня уже появился немалый опыт прокачки картриджей я подумал а почему бы не попробовать распечатать эту настолку и первым делом я полез погуглить подходящие сканы и удача оказалась на моей стороне на русскоязычном сайте turtelpower.ru пользователь с ником Kaori Kitano выложил сканы всех необходимых элементов игры мне осталось лишь только почистить картинки подготовить их для печати и обрезки поэтому самыми простыми элементами игры стали карточки правила игры которые я перевел на русский вместе с иллюстрациями круглые люки и картонные фигурки черепашек на подставках но как сделать вот такую пиццу крутилку ведь у нее имеется вращающаяся стрелка которую не распечатаешь на принтере основание крутилки я естественно распечатал и наклеил на картон а вот вместо пластмассовой стрелки я взял палочку от мороженого и насадил ее на кнопку крутилась она не слишком задорно но это было временное решение вы скажете роман да конечно молодец но как ты собрал боевые качели тоже что ли из палочки для мороженого нет но здесь тоже все очень просто конечно нифига не просто но идея очень простая напомню что 3d принтера у меня нет и конструкцию хотелось сделать такую чтобы ее мог повторить любой желающий поэтому в качестве основного материала я выбрал старый добрый картон однако если делать качели только из картона то их будет очень сложно собирать ну и склеивать мелкие детали поэтому еще немного пораскинув мозгами я решил сделать разделители апси апсек разделители отсеков с помощью зубочисток также была проблема именно с размерами качель потому что по фотографии их невозможно определить нормально далее я собрал первый прототип протестировал его и понял что нужно немного увеличить размеры и упростить конструкцию в итоге у меня получились вот такие боевые качели с очень простой конструкции и главное что функцию пощекотать нервы играющим они выполняют изображение люков я напечатал на более плотной бумаги фигурки черепашек зафиксировал с помощью стоек и выполненных из пена картона правило распечатал на простом листе а4 и в целом игра pizza power было готово ну и в дополнение ко всему я решил закупить на алиэкспресс более надежные элементы так например там можно купить пластиковые стрелки для пиццы вертушки подставки для фигурок черепашек и более аутентичные кубики какие более квадратные естественно все это пришлось дать около месяца теперь давайте соберем нашу игру черепашки ниндзя пицца пауэр в полном комплекте первым делом берем игровое поле оно очень большое размещу его как-нибудь на столе вот здесь вот так теперь боевые качели с кубиком ну играть пока не буду потому что не очень удобно далее черепашки вот эти две фигурки майки и рад расположены на подставках из пенокартона для сравнения лео и дони на пластмассовых с алиэкспресс подставках вот они стоят хорошо ну и игровые карточки герои сплинтер април донателло куда-нибудь их положить по все посыпалось ладно буду держать в руках и вторая порция карточек это злодеи вот у нас получился полный комплект игры черепашки ниндзя пицца пауэр садись и играй напомню что все материалы для печати я выложу у себя на страничке в бусте так что переходите по ссылке в описании подписывайтесь скачивайте ну а если захотите более подробно узнать об этой игре то рекомендую поискать на ю-тубе видео под названием turtel power 5 ну а мы идем дальше рубрика интересный факт пока я рылся на просторах и бэй в поисках оригинальный пицца пауэр я обнаружил что у этой на столке была пиратская греческая версия и судя по имеющимся у меня фотографиям выполнена она была весьма неплохо правила были естественно переведены на греческий но боевые качели они скопировать не смогли и заменили их синим кубиком с гранями от одного до трех естественно я перевел правило на русский язык и понял что вместо забрасывания кубика в секцию качель нужно было просто кидать синий кубик и надеяться что на нем выпадет цифра от одного до трех то есть победа зависела от чистого рандома конечно если бы у нас в 90-е подавалась хотя бы такая вот упрощенная пиратская копия я бы с удовольствием ее купил потому что на коробке изображены черепашки ниндзя а что еще нужно было тогда ребенку возвращаемся к нашим лицензионным настолком все также блуждая по ebay я нашел не только греческую пиратскую игру но также и лицензионную английскую испанскую итальянскую и даже финскую черепахи тогда были на пике популярности поэтому я предполагаю что настолку адаптировали для большинства стран европы но отдельно и выделю именно английскую версию так как на ebay она встречается не хуже чем американская фишка ее в том что в ней не просто перерисовали всю графику но и кардинально переработали правила игры назвав все это черепашки герои power game и да ее я тоже прокачал и распечатал уж очень сильно не захотелось нее поиграть к сожалению никаких сканов от этой игры в интернете я не нашел поэтому все иллюстрации и правила пришлось собирать по фотографиям опубликованы на ebay вкратце опишу комплектацию и правил для игры в черепашек героев нам понадобится игровое поле 6 фигурок и 6 подставок 3 боевых диска пицца вертушка 32 карты злодеев 8 люков 20 кусочков пиццы 24 карты героя и конечно один кубик основной смысл игры все тот же мы ходим по полю бросая кубик и пытаясь и победить на этот раз 4 злодеев тот кто первым это сделает отправляется на битву с боссом крэнгом в технодроме ряды злодеев здесь пополнили кожеголовый и какой-то код переросток как видите рисовка персонажей здесь весьма странная они не совсем соответствуют своим экранным образом да и в целом стилистика здесь основана на мультсериале а не на комиксах как это было в американской версии проблемы здесь были практически с каждым элементом так как фотографии на ebay не отличаются особо высоким разрешением игровое поле я перерисовал вручную чтобы качество картинок было на уровне сканов на это ушло очень много времени и когда я написал три картинки из пяти я все-таки нашел сканы но в этом все равно было несколько плюсов так как на некоторых картинках я подправил цвета и лицо april перерисовал из мультсериала так как оно немного отличалось еще мне пришлось перерисовать боевые диски и пицца крутилку дизайн которой я немножко доработал фигурки персонажей я просто взял из готовой пиццы пауэр теперь давайте разберемся как здесь устроена логика сражений для чего нужны боевые диски и что за циферки расположены на карточках персонажей на самом деле все просто да не совсем просто игрок встает на клетку бой и выбирает карту противника с которой его герой будет сражаться цифра на карте героя означает количество бросков которые игрок может совершить во время боя цифра на карте злодея означает количество здоровья которое нужно снять чтобы победить данного злодея кстати финскую версию судя по всему еще сильнее усложнили так как у нее на карточках напечатаны аж три циферки но правила я не читал далее можно поступить следующим образом отказаться от битвы вступить в битву или позвать товарища на помощь для битвы со злодеем совместные битвы это первое отличие от пицца пауэр и так мы решили сражаться в одиночку в качестве героя у нас будет леонардо с тремя бросками и его противником будет бибов с девятью жизнями первым делом я выбираю боевой диск чем меньше диск тем больше урона он может нанести но и ловить его будет сложнее теперь я кладу диск на край стола вот таким образом и взмахом руки я должен его подбросить вот так и пока он летит этой же самой рукой я должен его вот так поймать ну то есть понимаете какая схема получается тут надо действительно прям тренироваться предположим я поймал диск крутился крутился он я его так поймал теперь число здоровья которое я снимаю в битвы по равняется числу на которое указывает мой большой палец двоечка другие пальцы не в счет только большой палец если же я не поймал и что происходит чаще всего то никому здоровья я не снимаю и попытка броска уходит в пустую вот таким образом происходит сражение в данной игре а теперь давайте проведем мысленный эксперимент и я попробую все три диска поймать по три раза итак большой диск надо конечно немного тренироваться перед этим ну попробуем мимо поймал троечка поймал единичка 4 но бибов жив попробуем средний диск мимо поймал так ну вроде бы двоечка маловато конечно опа троечка ну чё-то 5 жизни да я ему снял маловато ладно экстремальный диск мелкий самый поймать его уже большое счастье опа мимо чёрт поймал поймал семерочка но этого все равно недостаточно чтобы победить и бибы по у него 9 жизни я проиграл ну и как вы поняли механика боев здесь крайне сложная и рассчитана на ловкость ниндзя и постоянные тренировки и все равно победить даже одного противника будет очень сложно еще замечу что все диски были напечатаны на листе а4 поэтому их размеры я воспроизвел максимально точно возможно дело в том что я использовал обычный картон для их изготовления а в оригинале судя по фотографиям использовался пивной картон но если честно я в этом сомневаюсь ну и что же у нас получается в итоге черепашки герои power game настолько весьма специфическая начиная с изображений персонажей и заканчивая весьма сомнительной механикой боев тем не менее какое-то извращенное удовольствие от этой игры получить можно тем более что распечатать ее гораздо проще чем пицца пауэр если когда-нибудь на бусте я все-таки соберу денег на поездку к киноману на кухню то обязательно надо будет взять именно эту игру ну и как вы поняли с этими дисками это будет очень интересный замес и скорее всего кухарда я там удела давайте еще напоследок соберем полный комплект игры power game вот тут у меня есть поле игровое кубик пицца крутилка сейчас крутнем и фигурки черепашек я взял те же как я уже сказал вот они теперь карточки злодеев негодяев положим положим еще карточки добряков весельчаков также у меня имеется вот такой пакетик с кусочками пиццы вот такими маленькими которые нужны для игры и еще пакетик с канализационными люками вот такими вот маленькие вот вот у нас полный комплект power game можно играть и веселиться на этом пожалуй и закончил наш спец выпуск посвященный настольным играм напомню что материала для печати обеих этих настолок будут доступны на моей страничке бусти за символическую плату собранные деньги пойдут на развитие канала и покупку нового штатива так как старый у меня уже совсем разболтался также не забывайте подписываться на мой канал брюсвей на ютубе вступайте в группу вконтакте еще увидимся а 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 � а